МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В поисках стоянки пациенты окружного кардиоцентра вынуждены оставлять свои машины там, где делать этого нельзя. Отсутствие авто после приема у врача становится для посетителей медучреждения неприятным сюрпризом. Искать его приходится на штрафстоянке. Кто решил поставить запрещающие у ОКД парковку знаки? Для чего это было сделано? И где все-таки припарковать автомобиль? Дмитрий Круковец попытался это выяснить. Ставить или не ставить прививки ребенку? Сургутские родители все чаще стали отказываться от вакцинации своих малышей. С чем это связано и каково мнение врачей на этот счет? Все за и против выслушала Светлана Степенькова. Служу России в Сургуте в ряды российской армии отправили первую группу солдат-срочников в рамках весенней призывной кампании. Сколько всего югорчан отдадут долг родине и что грозит тем, кто игнорирует обязанность военной службы? Анна Марченко расскажет подробнее. Праздник со слезами на глазах. Сургут отметил 72-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Колонна марширующих пополнилась представителями МЧС, принимал парад ветеран войны Борис Проводников. А в акции «Бессмертный полк» приняли участие 25 тысяч горожан. Дмитрий Подлесной подведет итоги празднования Дня Победы в нашем городе. Больше десятка сообщений ежедневно поступает в дежурную часть ГИБДД о неправильно припаркованных машинах. В основном сигналы идут от жителей сургутских многоэтажек. Треть от торговых центров, где покупатели занимают места для инвалидов. Дорожные полиции на такие сообщения, конечно, реагируют. Стоит запрещающий дорожный знак, значит водители обязаны соблюдать правила. В противном случае штраф и эвакуация на спецстоянку. С начала года туда доставили почти 500 авто. Отдельная категория – парковки перед городскими и окружными медицинскими учреждениями. Причем проблемы со стоянкой возникают, пожалуй, у каждой больницы или поликлиники в Сургуте. Серьезное недовольство касаемо нехватки парковочных мест вызывает окружной кардиологический диспансер. Учреждения регионального значения едут сюда за здоровьем пациенты со всей Югры, ставят машины соответственно тоже. Ситуация усугубляется тем, что находится ОКД внутри застроенного микрорайона. Дмитрий Круковец пообщался с теми, кто пострадал от нехватки парковочных мест. Не припарковаться, не пройти пешком – это про территорию у окружного кардиологического диспансера. Проезды заставлены машинами с утра и до позднего вечера. Это касается и въезда со стороны проспекта Ленина, и въезда со стороны Киртбая. Здесь паркуются жители близлежащих домов, сотрудники офисов и предприятий, а также сотрудники ОКД. Так что к 9-10 утра пациентам учреждения в этих проездах встать можно, разве что только под знаком «Стоянка запрещена». Люди даже из других городов приезжают. Материться нельзя? Значит вообще никак. Мне вот привез мать, приплинил. Все, теперь вот стоять негде. Честно скажу, под знаком не стою. Где нашел, там поставил, в лужу в яму ставлю. Парковки нету возле кардиологического центра. Как придется, так и ставим. Больше тут вариантов нету. Уже несколько лет на пути в кардиоцентр по бокам дороги стоят многочисленные знаки «Остановка. Стоянка запрещена». Появились они по просьбе руководителей медучреждения. Приблизительно 2-3 года назад по просьбе руководства кардиоцентра было принято решение администрации города установить в данном месте соответствующие запрещающие знаки. Впоследствии они были дополнены знаками работы от эвакуатора. В информационном письме, который залогал руководство кардиоцентра, была изложена конкретная проблема, что паркующийся транспорт на данном проезде препятствует движению скорой помощи, которая в связи со спецификой работы данного медицинского учреждения. То есть мы понимаем, что там каждая секунда на счету. И с этим аргументом сложно поспорить, особенно на фоне участившихся в последнее время в России случаев, когда неотложку некоторые водители принципиально не пропускают. Где гарантия, что так не произойдет и в Сургуте? Где гарантия, что из-за задержки на въезде в больницу в машине неотложки не умрет пациент? В таком случае шаг руководства запретить парковку у ворот кардиодиспансера вполне понятен. Основная наша функция – это оказание медицинской помощи. В том числе у нас 40% всех пациентов, которые госпитализируются в стационаре, пациенты по экстренным показаниям. То есть они доставляются машинами скорой помощи. И, конечно, основная наша задача по уставу – это оказание доступной и качественной медицинской помощи. Поэтому в первую очередь мы обеспечиваем въезд на территорию машин скорой помощи, которые доставляют экстренных пациентов. Но метод не вполне работоспособен. Машины все равно ставят там, где нельзя. И знаки, и штрафы, и эвакуация не всегда пугают. Надеются на авось. А вот скорая, если не может попасть в ОКД с проспекта Ленина, вынуждена заезжать в больницу либо через шлагбаум компании «Нефть» приобья на Киртбая, либо мчать к другому заезду со стороны Губкина. А значит, терять драгоценное время для спасения жизни. Если говорить о стоянке на территории кардиоцентра, то она по большей части пустует. Возможно, если бы часть автотранспорта сотрудников больницы переехала бы на территорию ОКД, было бы чуть проще. Но, как уверяет главврач Ирина Урванцева, за шлагбаум заезжают врачи дежурной смены. Пациенты, которых госпитализировали, или которым тяжело передвигаться. Машины с инвалидами. И это помимо оперативных и коммунальных служб. Но другие паркуются за территорией под запрещающими знаками. Люди приезжают со всего округа. И приезжают не просто так, чтобы поставить машину под знаком, и ее эвакуировали, естественно. Они приезжают с целью получить качественную, высококвалифицированную помощь. И, так сказать, улучшить свое состояние здоровья. Допустим, человек, пришедший на обследование, то есть припарковался, побежал быстро на прием к врачу. Прибегает, прошел врача, выходит, а машины нет. А пациент, предположим, сердечник. Насколько близко он примет к сердцу отсутствие своей машины на прежнем месте. Ведь первая мысль в таких случаях – угон. Не отправится ли человек обратно, но уже по линии экстренной госпитализации. Но если взглянуть на ситуацию с другой стороны, наши люди по-другому не понимают. И без принудительной эвакуации не обойтись. У нас, как показывает практика, что если мы устанавливаем знак «остановка стоянка запрещена», без таблички «работает эвакуатор», то они не работают в полной мере. И не каждый водитель воспринимает этот знак. Воспринимает только тогда, когда выходит и ощущает отсутствие своего транспортного средства. И понимает, что он что-то нарушил. И вот пример. Пациентка только что вышла из больницы. Но у машины ее семью ждал неприятный сюрприз. Инспектор ГИБДД выписал внуку женщины штраф в полторы тысячи рублей из-за неправильно припаркованного автомобиля. Конечно, неудобно. Вот аппарат бабушке поставили. Не верите, вот оно стоит. Я не вру. Я не вру вам. Пожалуйста, вы уж извините его. У нас время уже подходило. Мы не знаем, где как подъехать. Это семья из поселка Федоровского. А подъезд к диспансеру со стороны проспекта Ленина ближайший. Если люди из другого города и ищут верный путь по навигатору, им практически никак не узнать, что при заезде с улицы Губкина у ОКД есть большая парковка на 140 машиномест. Но и ее не хватает. На стоянке кардиоцентра там останавливаются гости 4-й детской поликлиники перинатального центра КГБ и сотрудники одного из градообразующих предприятий. Кардинально вопрос можно решить только о строительстве многоуровневой стоянки. Потому что три лечебных учреждения находятся. Кроме того, густонаселенный район. Практически нет свободной земли. Есть, наверное, другие способы для того, чтобы добраться до лечебного учреждения. Это есть общественный транспорт, есть такси. Власти города и региона видят проблему. По поручению губернатора Югры создана специальная рабочая группа во главе с заместителем мэра Сургута Александром Пелевиным. По его словам, уже разработана дорожная карта по решению вопроса со стоянками. До 1 сентября этого года должен быть проведен всесторонний анализ потребностей медучреждений в дополнительном парковочном пространстве. В рамках этой программы определят источники финансирования работ. Она рассчитана на ближайшие 5 лет. И там будет четко, вине, там сейчас четко прописано, в какие сроки кто будет выполнять. Или это будет лечебное учреждение с департаментом по здравоохранению организовать дополнительные парковочные места. Либо это муниципалитет в рамках наших полномочий по созданию условий для оказания медицинской помощи будет выполнять эти работы. Что касается стоянки у кардиоцентра, долгое время гостевой паркинг при заезде со стороны Губкина на 140 мест содержало медицинское учреждение. Сейчас, согласно закону, он передан на баланс муниципалитета. Нужно строить еще, но с этим есть проблемы. Подъезд со стороны улицы Ленина, он очень проблемный. Сложность территории, сложность сетей, которые находятся здесь вблизи этого проезда, не позволяют быстро решить этот вопрос. И вправду, вероятно, только многоуровневый паркинг может хоть как-то спасти ситуацию. Проект ОКД задумывался в конце 90-х. Спустя почти 10 лет, когда здание достроили, уровень автомобилизации Сургута был уже иным. Сейчас по нормативам учреждение должно иметь 402 места. Из них для пациентов 186, остальные для сотрудников. Действующая гостевая стоянка около кардиодиспансера вмещает 140 машин, служебная парковка еще почти 50. Оставшаяся минимальная потребность – более 200 машиномест. Единственный вопрос – где внутри жилого микрорайона найти клочок земли, на котором можно разместить или 200 автомобилей, или многоуровневый паркинг. Дмитрий Круковец, Дарья Давыдова, Сергей Коликов, Борис Шебалдов. Специально для телевизионного обзора новостей. Конечно, сказать, что проблема с парковкой авто существует только у одного учреждения, у кардиоцентра, нельзя. Отсутствие должного количества машиномест, можно сказать, в принципе, бич Сургута. Страдают как и дворы, так и социальные учреждения, и медицинские. Причем получается парадоксальная ситуация. По нормативу, вроде бы, как у лечебных объектов парковочных мест зачастую достаточно. Только, видимо, эти самые нормативы не учитывают уровень автомобилизации нашего города. Вот и приходится пациентам или приезжать в больницу на автобусе, либо такси, или крутиться вокруг медучреждения порой не один десяток минут, чтобы найти в непосредственной близости от него хоть малюсенький свободный карман, где можно приткнуться. Можно ли сегодня решить вопрос с машиноместами у сургутских больниц, как это сделать и почему вообще нормальная просторная парковка не закладывается на многих объектах еще на стадии их строения. Больной вопрос обсудим с Сергеем Глинских, общественным деятелем, который в проблеме автостоянок пытается разобраться уже не один год. Сергей, приветствую вас. Здравствуйте. Сергей, ну и первый вопрос. Какие, наверное, самые болевые точки, как вы считаете, сегодня в Сургуте, вот что касается парковочных мест? Ну, на мой взгляд, возле всех лечебных учреждений в нашем городе недостаточное количество парковочных мест. Но я хотел бы выделить, в первую очередь, это окружные лечебные учреждения. В первую очередь, это окружной кардиологический диспансер и СУКБ, то есть Сургутская окружная клиническая больница. Почему именно я считаю, что там наиболее острая эта проблема стоит? Потому что, ну да, наши поликлиники городские, где тоже не подъехать и не припарковаться, но там все-таки туда приходят, приезжают наши горожане, которые достаточно хорошо знают ситуацию. Они могут и пешком прийти, потому что эти поликлиники, как правило, недалеко находятся. Или, по крайней мере, знают условия парковки, где припарковаться. Если же мы говорим о окружных лечебных учреждениях, то туда приезжают люди из других городов. То есть им приходится ехать 100-200 километров, люди с другого города, специфики не знают, города не знают. И когда они приезжают, естественно, они же приезжают к какому-то определенному времени, у них просто нет времени выяснять, где там можно оставить день, где не можно. И они в этом смысле становятся заложниками ситуации. То есть в чем основная эта проблематика? В том, даже проблема не в том, что там нету парковочных мест, а в том, что там есть знаки, и люди приезжают, ставят под знаками, и когда они выходят, их машина эвакуирована. Это, конечно, чудовищно, потому что люди приезжают с больными людьми, с детьми, с родственниками. Как вы думаете, почему вообще возникает проблема парковок? Дело как раз в этом пресловутом нормативе, о котором говорили выше, что слишком мало парковочных мест закладывается. Или, например, дело в том, что строят новые учреждения в жилых массивах, где, в принципе, места под парковку не изыскать. Вот у нас сейчас строится перинатальный центр. Будет ли там эта проблема тоже существовать? Или вот как раз-таки новый перинатальный будет образцово-показательным в плане машиномест? Вы знаете, очень хороший вопрос. И вы по адресу обратились, потому что я в свое время был членом общественного совета по контролю за строительством перинатального центра. Нас, к сожалению, расформировали ровно через неделю после того, как наш общественный совет был признан лучшей практикой по общественному контролю в Российской Федерации, но тем не менее. Значит, смотрите, что касается перинатального центра. Действительно, когда он начал строиться, я думал, ну вот, наконец-то, самый крупный перинатальный центр в России. Ну, как бы на новом месте, там достаточно большая строительная площадка. И свободный микрорайон пока? Да, свободный микрорайон. После трех лет вот этих скандалов бесконечных о том, что не хватает парковочных мест, я думал, что там-то уже, наверное, с инфраструктурой, в том числе и с парковочными местами, все будет в порядке. Но оказывается, вот на всю эту громадину там только там больше тысячи, только медперсонала будет больше тысячи человек, всего лишь 170 парковочных мест предусмотрено. Это очень мало, потому что мы потом посмотрим, тут потребности, допустим, с УКБ, да, около 400-500 машин на место, окружной кардиологический там тоже по 300-400, а тут 170. То есть понятно, что вот сейчас там возле дороги машины стоят в один слой, будут стоять, наверное, в два слоя, причем вы понимаете, что ведь этот вопрос поднимался, в том числе и на совете присутствовали и глава, и заместитель по строительству, и представители из округа, и они ведь все это понимают, они со всем этим соглашаются и готовы там попытаться разобраться в этом вопросе. Но здесь вопрос один, ну как бы все, места больше нету, хотя я им предлагаю, ведь рядом за территорией как раз строительства, там участок гектара-полтора, вот если вы понимаете, да. Где недострои вот эти стоят здания, недострои уже лет 15, достаточно большой участок, и почему бы, допустим, нельзя ни не посмотреть договор аренды. Я уверен, что там, скорее всего, договор аренды, то есть собственник брал под строительство социального объекта какого-то, который не строится 15 лет, и, видимо, раз он не используется по назначению, может быть, его вообще можно изъять, но если не изъять, то, по крайней мере, договориться с собственником, и вы представляете, вот снести вот этот недострой, который на самом деле уродует, да, вот лицо гордо, ну, вот прекрасный перинатальный центр, а рядом будет стоять вот этот недострой. Снести и построить там все что угодно, и стоянки, и там, смотрите, ведь тысячу людей нужно привезти, медиков, вы в Сургуте же не найдете, их нужно где-то разместить, там можно было общежитие построить, и детский сад для них, в общем, все что угодно. Медгородок такой организовать. Медгородок, конечно, да, то есть инфраструктуру полную, можно полностью обеспечить для перинатального центра, но пока что вот не знаю, то есть, мне кажется, вот у нас не хватает такого стратегического комплексного подхода, вот мы сейчас построим перинатальный, а потом будем разбираться с ворохом других проблем. Я, как понимаю, вопрос парковочных мест должен обеспечивать город. вопрос больниц, это качественное оказание медицинской помощи, а вопрос с размещением пациентов в больницах как раз-таки городской. В городе вообще что-то предпринимается ли на данный момент для улучшения ситуации, я уж не говорю для решения проблемы, но хоть какого-то более-менее комфортного существования? Вы знаете, слава богу, слава богу, дело сдвинулось с мертвой точки, по крайней мере в декабре на встрече с, правда, не с нашими горожанами, а вот в Нижневартовске губернатор проводил встречи с жителями, и видимо в Нижневартовске тоже это достаточно серьезная проблема, они подняли этот вопрос, и она, Наталья Владимировна, дала поручение департаменту здравоохранения в общем-то подготовить документ перед глазами совместно с органами местного самоуправления, подготовить так называемую дорожную карту или план мероприятий, то есть как вообще решать эту проблему с парковками, не только с парковками, там ведь еще и пожарные проезды, и другие элементы инфраструктуры. И в нашем городе какое-то движение идет, по крайней мере, сформировано, сформировано план мероприятий. Рабочая группа, наверное? Ну да, какая-то вот коллегиальная, по крайней мере, этот, естественно, вопрос решается коллегиально, вот глава города подписал 10.04, подписали, видимо, согласились со всем этим планом мероприятий главные врачи наших лечебных учреждений. Ну вот хотел бы конкретно обратить внимание, вот допустим, наименование мероприятий, что непосредственно планируется сделать. Провести анализ существующих объектов здравоохранения и определить степень возможности приведения их к действующим нормативным требованиям. Все это нужно сделать до 1 июня, то есть пока что, видимо, в процессе. Или, допустим, до 1 июля определить полномочия выполнения мероприятий. Тоже до 1 июля разработать план мероприятий по каждому объекту, выполнить обследование объектов с последующим заключением. Ну, я просто смотрю, тут есть приложение, очень интересно, тут уже, видимо, главные врачи подготовили статистику, да, то есть тех своих потребностей по парковочным местам, ну, возьмем, мы сегодня обсуждаем окружные лечебные учреждения. Вот, допустим, Сургутская окружная клиническая больница, да, она просит еще 328 парковочных мест уже дополнительно к тем, которые есть. А вот окружной кардиологический диспансер нуждается в 229, еще дополнительно к тем 140, которые уже имеются. Вот эти все потребности, которые мы с вами озвучиваем, это ведь по нормативам. Но мы ведь понимаем с вами, что нормативы, они давно устарели. И тот уровень автомобилизации, который есть в Сургуте, он гораздо больше, и потребности, соответственно, гораздо больше. Поэтому я бы закладывал, на самом деле, не по нормативам, а по реальным потребностям, на самом деле. Давайте подытожим. Вот на ваш взгляд, что может помочь решить сегодня проблему с парковочными местами у лечебных учреждений? Паркоматы, частные стоянки, многоуровневые муниципальные парковки? Что? Или вахты, может быть, для персонала? Ну, смотрите, на мой взгляд, вопрос достаточно сложный, и здесь нужно в каждом отдельном случае решать отдельно. Ну, к примеру, допустим. Действительно, есть поликлиники, которые находятся в давно застроенных районах. Ну, там, ну что? Там, единственное, только подземную или надземную парковку. То есть там объективно нету мест. Есть, допустим, случай, как с окружным кардиологическим диспансером, где стоянка-то есть на 140 мест. И, в принципе, этого бы хватило, по крайней мере, для пациентов окружного кардиологического диспансера. Но на ней паркуются, как правило, это медработники, которые приезжают к 8 часам. И, соответственно, там рядом есть структурные подразделения нефтегаза, это тоже работники ставят с утра. А пациента, ну, повезет, не повезет, на самом деле, да. То есть понятно, что там нужен какой подход? Ну, на мой взгляд, опять же, если вы, если главный врач, да, или какой-то другой лицу решает, что для него важнее пациента, то он просто ограничивает вес на эту стоянку для всех остальных лиц. То есть ставит шлагбаум и устанавливает соответствующий пропускной режим. Хорошо, хоть начали. Вопрос только, когда будет закончена реализация этого плана мероприятия. Ну, я думаю, что здесь без помощи общественности этот процесс может затянуться, как очень часто бывает. Поэтому здесь от нас и от вас, от средств массовой информации, от нас, активистов, тоже это зависит. Надо подталкивать каким-то образом, подсказывать, запрашивать документы, участвовать в этом процессе. Тогда давайте договоримся держать вопрос на контроль. С удовольствием, я согласен. Спасибо большое. В студии телевизионного обзора новостей, проблему парковок у сургутских больниц мы разбирали вместе с Сергеем Глинских, общественным деятелем нашего города. Не переключайтесь, через отбивку продолжим медицинскую тему, но говорить будем уже о прививках. Стоит ли ставить их нашим детям или вакцины от сложенных болезней? Это больше зло, нежели польза. Вопрос пользы или вреда от прививок регулярно поднимается родительским сообществом. Из аргументов пап и мам против то, что ребенок после вакцинации заболевает. А еще у него обостряются хронические недуги. Врачи вместе с тем парируют. Прививка единственная защита от многих тяжелых заболеваний. Ситуацию с вакцинацией обсуждали и на круглом столе в рамках европейской недели иммунизации. И даже общаясь лицом к лицу, сургутские родители не нашли общего языка с представителями здравоохранения по всем аспектам проблемы. Хотя, казалось бы, к 21 веку удалось практически полностью избавиться именно благодаря прививкам от многих страшных болезней. Таких, как, например, корь, дифтерия или столбняк. А страх у людей перед некоторыми вакцинами все равно остался. Светлана Себенькова продолжит тему. Наталья Чуйкова, мама двоих детей, рассказывает, старшему ребенку делала все прививки, которые необходимы по календарю. Младшей дочке сегодня 5 месяцев и ей тоже ставят все необходимые по возрасту вакцины. Прививки, которые внесены в фонд здравоохранения, которые обязательны, я думаю, что нужно их делать. Потому что ни в садик, ни в школу нас не примут. Ну и вообще это как бы нам все всегда прививки делали с рождения. Почему от них отказываться? Пустой прививочный сертификат – не основание для отказа в приеме в садик или школу. В этой части права малыша на получение образования никак не ущемлены. То есть он может получать все услуги в полном объеме. Другой вопрос – попадание в группу риска в случае, если не стоит вакцина от некоторых заболеваний. Например, от полиэмилита. В случае контакта с только что привитым ребенком есть вероятность, что непривитый может заразиться. Ведь при вакцинации малышу вводится ослабленный штамм вируса. Мы объясняем, что, конечно, если нет противопоказаний каких-то особых для того, чтобы ограничить ребенка, поберечь его, так скажем, дополнительно, его здоровье, и есть какие-то страхи у родителя по поводу того, что прививка может повлечь некие изменения неблагоприятных здоровья ребенка, мы ведем дополнительную разъяснительную работу. Это обязательная часть нашего включения родителя в содержательный аспект понимания, что такое прививка и вообще как с этим жить. По словам врачей, сегодня в каждом сургутском детском саду один-два родителя категорически отказываются вакцинировать своих детей. И это становится реальной проблемой в дошкольных организациях. Если все детишки привиты, один не привиты, то есть он просто реально может заболеть. И крайним окажется заведующим детским садом, в котором случилось данное заболевание. Вопрос вакцинировать или нет обсудили на круглом столе в рамках Европейской недели иммунизации. На встрече собрались медицинские работники, руководители детских садов и родители. В целом пришли к выводу, что необходимо договариваться, выслушивать доводы друг друга и только после этого принимать решения. Однако даже убеждения врачей не смогли переубедить всех мам и пап о необходимости вакцинации. Так, например, у Елены Шепелевой по поводу прививок свое особое мнение. У женщины двое детей, поэтому выводы она делает, исходя из личного опыта. Мы отказывались от прививок, потому что у моего старшего ребенка атопический дерматит, который мы все-таки, все-таки у него начался после прививок, и мы отказывались. То есть мы сначала ставили прививки, но когда уже с каждой новой прививкой количество, вот каких вот высыпаний у него увеличивалось, увеличивалось, я была вынуждена отказаться от прививок. Здесь под одну ребенку нельзя грести ни всех детей, ни всех врачей, ни всех родителей. Вместе с тем, как говорят врачи, от любой инфекции вакцину не ставят. Ему на профилактику проводят только от тяжелых заболеваний, которые вызывают серьезные осложнения вплоть до инвалидности и даже летальный исход. Инфекционные заболевания, которые профилактируют, они чаще всего распространяются воздушно-капельным путем. Не дышать мы не можем, под колпаком мы не живем. Поэтому самый оптимальный способ защиты – это, естественно, вакцинация. Потому что человек вырабатывает свою собственную личную защиту, специфическую от конкретно этого заболевания. Конечно, по закону обязать ставить ребенку прививку никто не может. Выбор за родителями. Однако, наверное, прежде чем принять решение, необходимо максимально досконально изучить вопрос и взвесить все «за» и «против». Ведь это решение вы принимаете не за себя. Светлана Степенькова, Денизонов, Сергей Коликов. Специально для телевизионного обзора новостей. В эфир вернемся буквально через пару минут. Не переключайтесь. После небольшой коммерческой паузы мы продолжим рассказывать вам, каким был тон уходящей недели. Приветствую тех, кто только что к нам присоединился. Вы смотрите программу телевизионный обзор новостей. Мы рассказываем вам о самых заметных событиях, уходящих 7 дней. Этой весной президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы в 2017 году. Правда, касается это только тех, кто числится в запасе. На два месяца вернуться в армию придется более чем 140 тысячам мужчин. Сборы будут проходить в органах государственной охраны и Федеральной службы безопасности. Вместе с тем, на этой неделе из Сургута на военную службу отправилась первая группа призывников-срочников. 17 парней нашего города и района уехали отдавать долг родине. Причем шестеро из них проведут год в рядах президентского полка. Всего же из Югры до 15 июля, именно до этого времени продлится весенняя призывная компания. На службу в армию уйдут около полутора тысяч человек. Анна Марченко продолжит тему. Повестка в армию неожиданностью не стала, рассказывает призывник Роман Лукин из Сургута. Однако поначалу было все же сложно свыкнуться с мыслью, что нужно уехать из дома на целый год. В военкомат позвонил, надо идти в Родину защищать. Поначалу тяжело было, потом привык и понял, что надо служить. Роман будет служить в Подмосковье в войсках специального назначения. В этот четверг вместе с ним отдавать долг родине отправились 17 ребят из Сургута и Сургутского района. Кстати, это первая группа молодых людей, которые уехали на службу в рамках весеннего призыва. У нас 6 кандидатов в президентский полк, которые прошли отбор представителей президентского полка. Вот остальные ребята у нас будут призываться. Это войска специального назначения, национальные гвардии. У нас общий за город и район. Мы призываем 497 ребят. 497 – это лишь треть от всех тех сургутских ребят, кому были вручены повестки. Кто-то получил отсрочку от службы по семейным обстоятельствам, кому-то дали возможность закончить учебное учреждение, а кто-то не годен к армии по медицинским показаниям. По словам специалистов, в эту призывную кампанию, ровно как и в прошлую и годом ранее, более 30% претендентов на службу в вооруженных силах не прошли отбор в солдаты из-за состояния здоровья. По статистике больше всего вышеперечисленные категории занимают расстройства психиатрические. Вторая категория – это граждан с нарушением обменного вещества, то есть с ожирением. А вот третья категория – граждан с расстройством системы пищеварения. Дальше между собой конкурируют патология сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и патологии нервной системы. Весенняя призывная кампания в стране, а значит и в ХМАУ, продлится до 15 июля. Последняя группа ребят отправится служить в первых числах седьмого месяца. Всего же отдадут долг родине без малого полторы тысячи югорчан. Службу будут прохождить наши граждане во всех уголках Российской Федерации и в сухопутных войсках, военно-воздушных силах, войсках космической обороны, военно-морском флоте, воздушно-десантных войсках. Без ограничений. По словам специалистов, с каждым годом военная служба становится всё популярнее. Связывают это с сокращением срока с двух лет до года и условий службы, а также с возросшим престижем российской армии. Вместе с тем, несмотря на позитивные тенденции, в каждый призыв сотрудниками комиссариата выявляется около сотни уклонистов. По словам военкома Халила Фатахова, если молодой человек скрывается и не имеет законных оснований на отсрочку, то когда ему исполнится 27, вместо военного билета он получит справку, в которой ему официально присвоят статус уклонист. А это чревато сложностями при трудоустройстве. Впрочем, есть и те, кто открыто заявляет о нежелании служить России. За это грозит уголовная ответственность. Те ребята, которые, конечно, уже в открытую отказываются проходить военслужбу, открытый отказ. Соответственно, мы готовим документы в Следственный комитет и направляем все следственные материалы для возбуждения уголовного дела. Впрочем, несмотря на это, все равно тех, кто хочет служить больше, чем тех, кто игнорирует свою обязанность. И это радует особенно теперь, когда внешнеполитическая обстановка в России не слишком спокойная. И необходимость укреплять рубежи очевидна. Кстати, в армию могут отправиться и девушки, правда, только по контракту. По словам специалистов, как правило, воинские части заинтересованы прежде всего в наиболее подготовленных специалистах по профилю связи, наблюдения, медицине. Анна Марченко, Светлана Стебенькова, Борис Шибалдов. Специально для телевизионного обзора новостей. На уходящей неделе Сургут отметил 72-ю годовщину Великой Победы. В торжественном марше в этом году впервые по улице Энгельса прошагала колонна сотрудников МЧС. Принимали в нем участие и овчарки, собаки, которые в годы Великой Отечественной выполняли роли санитаров, связистов и подрывников. Была в этом году задействована и военная техника. Сам парад принимал ветеран Великой Отечественной войны Борис Проводников. Вновь по Сургуту прошла колонна бессмертного полка, которая собрала более 25 тысяч человек, а венчал день яркий салют, залпы которого раньше запускали только в юбилейные даты. Дмитрий Подлесной подвел итоги празднования Дня Победы. Праздник со слезами на глазах. Фраза, которая всегда звучит в День Победы 9 мая. Посмотреть на парад, который в этом году был особенным, вышли тысячи горожан. Товарищ военный комиссар, силовые структуры города и военно-патриотические организации для прохождения торжественным маршем, посвященному Дню Великой Победы построены. Докладывал полковник Кузнецов. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ полковник! Среди новшеств дебют в марше Победы колонны сотрудников МЧС. Задействовали 4 единицы военной техники времен войны. Прошли по площади овчарки, которые на фронте выполняли роль санитаров, связистов и подрывников. Главной изюминкой парада стал проезд Бориса Проводникова на ГАЗ-69. Борис Андреевич – единственный ныне здравствующий ветеран Великой Отечественной, кого призвали на фронт из нашего города и который после войны вернулся в Сургут. Все, кто принимал участие в марше, отдали честь Борису Проводникову. Обладатель медали «За отвагу» и ордена Отечественной войны первой степени принимал парад вместе с главным военкомом Сургута и Сургутского района Халилом Фатаховым. Участники торжеств прошли строем по улице Энгельса, а вслед за ними прошагал бессмертный полк. В этом году во Всероссийской акции памяти в нашем городе приняли в участие около 25 тысяч человек. Это Крать Андрей Андреевич, это мой дед. Он был артиллеристом. Пошел в 43-м году, в конце 43-го. И прошел почти до самого Берлина, был контужен, имеет первой-второй степени орден Отечества и также звезду, ну и остальные там медали. Это мой дед Сорокин Максим Степанович. Он родился в 1905 году и воевал на фронте с 1941 по 1945 год. Он награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Он служил в 19-м танковом корпусе заправщиком танков. Был очень отважным и очень скромным человеком. Мало чего рассказывал о себе. Больше мы о нем узнали уже после, можно сказать, даже его гибели. В колонну памяти люди приходят целыми семьями, неся в руках портреты своих родственников-героев, символизируя вечную память и благодарность за победу Великой Отечественной. Полк начал формироваться в 9 утра на пересечении улицы Университетской и проспекта Ленина. Спустя два часа участники Парада Победы и акции «Бессмертный полк» встретились на мемориале славы. Трогательные слова 9 мая звучали не только в адрес победителей. Сами ветераны желали нынешнему поколению никогда не испытать всех ужасов войны. Дежёлое время прошло. Слава Богу, такое время не было вам. Жить хорошо, не болите. Это время у нас прошло уже. Дай Бог вам счастья. К главным героям праздника, ветеранам, детям войны, труженикам тыла, узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда обратились руководители города, общественные деятели, представители духовенства. Выступление главы Сургута Вадима Шувалова оказалось очень эмоциональным и проникновенным. Проходят года, десятилетия, меняется поколение, но ничего не меняется в памяти, в сердцах, в душах людей. И ничто не забывается. Это день, когда мы счествуем наших победителей. Это день, когда мы помним правших за эту победу. После церемонии возложения цветов и венков к вечному огню, память павших в боях за великую победу почтили минутой молчания. Хор ветеранов спел у здания городского культурного центра. На площади перед Сургутским музыкально-драматическим театром прошла программа «Вспомним всех поименном». Феерическим финалом празднования 72-й годовщины со дня победы Великой Отечественной стал «Салют». Его запускали над театром Сургун. Посмотреть на фейерверк собрались тысячи горожан. Дмитрий Подлесной, Дмитрий Круковец, Светлана Стебенькова, Екатерина Любешева, Денис Зонов. Специально для телевизионного обзора новостей. Сургут Интерновости запускает ежегодную благотворительную акцию «Подари радость детям». На протяжении уже более чем 10 лет мы поздравляем ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, с международным днем защиты детей и преподносим им подарки, которые передают им горожане. Этот год не стал исключением. Мы вновь объявляем сбор новой одежды, игрушек, канцелярских принадлежностей, средств личной гигиены. В этот раз дарить радость мы будем ребятам из Центра «Апрель». Подробности у Антонины Новиковой. Карине Зарецкой 7 лет. В Центре помощи семье и детям «Апрель» она находится около месяца. Девочка добрая и любознательная. И как все дети ее возраста любят играть. Я больше всего люблю играть в куклы. Я сначала беру одежду, коляску, одеваю на них одежду и в коляску их сажу и играю. Все я люблю. Слепить, рисовать, вырезать, делать поделки. В стационарном отделении Центра «Апрель» кроме Карины находится еще 20 мальчиков и девочек от 3 до 16 лет. Их семьи оказались в сложной жизненной ситуации. Чтобы скрасить пребывание ребят в стенах учреждения, телерадиокомпания «Саргут интерновости» вновь запустила ежегодную благотворительную акцию «Подари радость детям», приуроченную к 1 июня. Каждый желающий может принять участие в этой акции и принести к нам в телерадиокомпанию новые вещи. Это могут быть средства личной гигиены, верхняя одежда, игрушки, канцелярские товары. Мы находимся по адресу 30 лет Победы 27 дробь 2. Скоро праздник День защиты детей. Дети, наши дети радуются любому подарку. И мы будем благодарны любому жителю сургутского района, города Сургута, подарить эту радость каждому из наших детей в праздник. Сбор новых вещей, игрушек, канцелярских товаров будет идти до 31 мая в здании телерадиокомпании «Сургут интерновости». Успейте подарить радость детям. Тем более, что это по силам каждому. Достаточно просто уделить им немного внимания и посильно поучаствовать в сборе таких желанных для детворы подарков. В продолжении телевизионного обзора новостей информация о самых заметных событиях мира искусства уходящей недели. Все о самых ярких культурных мероприятиях уже готово рассказать нам. Екатерина Любешева, Катя, здравствуй. Здравствуй, Даша. Готова и обязательно расскажу буквально через пару секунд. В Сургуте прошел один из самых масштабных танцевальных конкурсов – городской турнир танцевальной ритмы. В нем померили силами 850 молодых и активных. В основном это воспитанники различных танцевальных клубов и хореографических школ. Желающие показать себя танцевали два дня под пристальным взглядом жюри. Главный судья, балетмейстер из Москвы Елена Богданович, отметила, что смотр такого количества номеров ее не утомил, потому как все номинанты яркие и интересные. Дело в том, что здесь в конкурсе есть разделение и оценивается ровно по разным направлениям и по возрастным. Поэтому мы очень внимательные, придирчивые, но в то же время с большим, я бы сказала, с терпением относимся к тому, как дети выступают. И мы внутри себя, так сказать, разделяем это и не смешиваем оценки. Итак, гран-при фестиваля завоевал образцовый ансамбль современного танца «Этинсель». Следующий конкурс танцевальной ритмы пройдет в нашем городе в 2019 году. Следующий у нас юбилейный. Я думаю, что мы попробуем, и город поддержит и поможет. Это городской конкурс. Мы попробуем дать ему статус более высокий и сделать его хотя бы российским. Зная наших, один из самых колоритных творческих коллективов Сургута, группа «Казачий спецназ» в эти дни выступает в ДНР и ЛНР. У жителей тех неспокойных мест праздник – День республики. И сургутян пригласили выступить на центральной городской площади, на что они с удовольствием согласились. Послушать их пришли более 25 тысяч зрителей. Артисты исполнили песни своего репертуара с присущим им задором. Не обошлось выступление и без главной изюминки – танца с шашкой. «Хлеб насущный был важен как раз в 2014-2015-2016 годах. Сейчас нужна поддержка именно моральная. У людей есть работа, боевые действия затихли, все же частично мирные договоренности соблюдаются. По ночам все же в Донецке особенно слышны разрывы удаленные. Но в целом ситуация уже более стабильна. Поэтому именно вот такая поддержка спортсменами, поддержка духовная, культурная, она очень важна. Встречают очень тепло, трепетно. Удивляются, что за 4 тысячи километров, как вы приехали». В это воскресенье в галерее современного искусства «Стерх» проходит однодневная выставка «Капсула времени». В качестве экспонатов – поделки детей из разных школ и садиков. Представления о капсулах времени, наподобие тех, что создавали пионеры в нашем советском прошлом, у современного поколения абсолютно разные. Кто-то оформил послание школьникам в 2320 год, кто-то попытался законсервировать атрибуты нашего времени в чемоданах, колбах, банках и коробочках. «Мы даже не ожидали, что мы такое можем увидеть на нашей выставке. Вода – основа жизни на земле, написано на этой шкатулке. Река, озера, моря, океан – это наше будущее. Берегите их и сохраните их. Такой посыл нам. Нам сегодня, в 21 век, может быть, от деток, которые открывают этот мир, и мы видим, что там есть, что есть рыбы золотые, что есть крабики, что есть удивительный мир океана, морей. Сегодня удивительная возможность видеть это все сейчас и здесь у нас есть. А может быть, через некоторое время ничего этого не останется. И вот, может быть, такие работы предупреждения, посыл детей о том, что экология, о том, что действительно природу надо беречь, вот самые простые понятия, они здесь присутствуют на нашей выставке. И мы рады таким работам». Выставка открылась в рамках акции «Ночь музеев». Правда, в стерхе эту ночь все же решили провести днем, что тоже необычно. По воскресеньям не все учреждения культуры готовы принимать гостей. «У нас главная публика – это дети. Дети ночью спят, и мы, бывает, уже спим. Поэтому у нас пока пишется «ночь» в скобках «день музеев». Будем дальше уже это называть мероприятие наше «день музеев». На этом у меня все. Я желаю вам только культурного досуга. До встречи в эфире. Катя, спасибо. Завершат выпуск рекламы и прогноз погоды на предстоящие 7 дней. Я желаю вам только хороших новостей. И до встречи в наших выпусках. Торговая марка «Ринго» – эстетика утонченной и изысканной роскоши. Этой весной представляет эксклюзивные коллекции «Мистика», «Символ», «Русские царевны», «Кристалл». Большой выбор изделий с жемчугом. Ювелирный салон «Ринго». Ваша шкатулка фамильных драгоценностей. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90-12-13. Яркие весенние скидки в магазине «Адам». Минус 50% на весь ассортимент женской одежды. Платья, юбки, брюки, туники стоят наполовину меньше. Не упустите отличную возможность. Ювелирный салон «Рубин» открывает богатый мир совершенной красоты, запечатленной в благородных металлах и драгоценных камнях. Украшения от известных производителей эксклюзивно в «Рубине» представлены мужские цепи «Бисмарк». Сургут, Югорская, 5-2-2. Салон «Рубин». Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком паренько. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, прессированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Метросеть. Это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. www.metrodefisset.ru Пасхальная акция продолжается. Только до 25 мая скидки до 200 тысяч рублей на квартиры в готовых домах. Цена на квартиру в доме повышенной комфортности жилого комплекса «Вдохновение» от 1 миллиона 750 тысяч рублей. Телефон отдела продаж в Сургуте 600 190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. В магазине «Адам» широкий выбор изделий из серебра, драгоценных и полудрагоценных камней. Впечатляющий ассортимент столового серебра и ручек, а также украшений из золота. Улица 50 лет в ЛКСМ, 3 дробь 2, первый этаж. С телерадио компания «Сургут Интерновости» представляет прогноз погоды в Сургуте и окрестностях на предстоящую неделю с 15 по 21 мая в студии Дина Кристи. В первые дни недели в Приобе еще скажется влияние циклона, поэтому пройдут дожди, переходящие в снег. Но уже со среды антициклон разгонит тучи, воздух сможет хорошо прогреться и дневная температура повысится. А к выходным теплый фронт нового циклона смягчит температурный фон, правда, вероятность дождей тоже возрастет. В начале недели облачно, с прояснениями пройдут дожди, переходящие в снег. В понедельник ночью минус 3, плюс 2, днем на 2 градуса выше. Во вторник ночная температура воздуха 3,8 ниже 0, а днем 0, плюс 5. В середине периода переменная облачность без осадков. В среду на столбиках термометров ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем от 2 до 7 градусов тепла. В четверг утру минус 2, минус 7, после полудня плюс 4, плюс 9. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции «Весна-лето-2017». В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции из Германии и Финляндии. В конце недели переменная облачность. В пятницу ночью 0, минус 5, днем воздух прогреется до 13 градусов тепла. И выходные, суббота, воскресенье кратковременные дожди. К утру от 0 до плюс 5, а днем плюс 10, плюс 15. Ярмарка колясок в «Карапузе». Цвет, бренд, тренд, но главное – цена. Коляски для лета от 2000 рублей и даже в кредит. Огромный выбор на нефтьюганском шоссе 22 дробь 1. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам хорошей погоды в вашем доме. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!